This conference will now be recorded. Я работаю преподавателем в учебном центре «Специалист», который уже 29 лет учит вас, готовит по различным направлениям. Что мы сегодня с вами будем делать? Мы сегодня с вами рассчитаем пение в соответствии с теми правилами, которые у нас с вами установлены 75-й статьей Налогового кодекса. Мы обязательно поговорим о пункте 2-м 270-й статье Налогового кодекса, в котором говорится, что пение штрафа не учитывается в целях налогообложения прибыли. 270-я статья в составе главы 25-й у нас с вами в Налоговом кодексе находится. Рассмотрим отражение в бухгалтерском учете. Здесь у нас с вами ПБУ или ФСБУ 1099 расхода организаций. Конечно же, будем ссылаться на нормативный документ 2-го уровня. Это план счетов бухгалтерского учета и инструкции по его применению. Также у нас с вами есть глава, которая посвящена налоговым правонарушениям. Поговорим в частности о статье 119-й, она не очень большая, в которой говорится, что нам с вами грозит случай, если мы с вами не представляем налоговую декларацию в срок, установленный законодательством. Данный мастер-класс проходит в рамках естественной рекламы по привлечению вас как слушателей для прохождения обучения в нашем учебном центре. Я приглашаю вас всех на курс налогообложения, но вижу, что многие уже на этом курсе были, поэтому давайте, может быть, немножечко поподробнее рассмотрим какие-то моменты и нюансы. Для тех, кого заинтересует моя информация, на данном курсе мы с вами практически формируем декларацию по налогу на добавленную стоимость, рассматриваем авансы, полученные и выданные. Есть целый практикум, который посвящен раздельному учету и отражению в учете этих операций, а также заполнению декларации и в частности раздела 7. Также отражаем и начисляем в учете очень трудные для даже практикующих бухгалтеров ежемесячные авансы и платежи по налогу на прибыль, исходя из предполагаемой прибыли для таких организаций, у которых выручка от реализации более 15 миллионов в среднем за предшествующие 4 квартала без налога на добавленную стоимость. Пример, который мы с вами сейчас рассмотрим, такой. Общество с ограниченной ответственностью Орион в срок не уплатила налог на прибыль в региональный бюджет сумма неуплаченного в срок налога 200 тысяч рублей. Должны были заплатить налог, видимо это был... Блин, давай чуть попозже. 28 октября фактически заплатили 1 апреля. Вижу вопрос, будет ли запись? Обязательно. Будет запись, да, и я расскажу обязательно попозже, где это посмотреть можно будет. Статья 75 налогового кодекса, у меня очень короткое название. Здесь мы знаем денежную сумму, которую налогоплательщик выплачивает в случае, если причитаются в случае уплаты каких-либо сумм налогов и сборов, более поздние сроки, которые установлены законодательством. Сумма пенни уплачивается независимо от той суммы налога, которую налогоплательщик должен заплатить и, естественно, сбора тоже в том числе. Пенни начисляются на как раз недоимку налогоплательщика. Есть такое правило, пенни на пенни не начисляются, поэтому в случае, если уже вы задерживаете пенни, конечно же, такого не бывает. Да, пенни, они и есть пенни. Пенни мы с вами начисляем за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога или сбора, который установлен законодательством. И при начислении пенни сама сумма пенни не может быть больше, чем размер недоимки по налогу. Давайте, наверное, вспомним, что мы должны были заплатить с вами налог 28 октября, а заплатили его только 1 апреля. Вот нам нужно сейчас с вами посчитать количество дней просрочки. Опять-таки, может быть, сейчас буду... Ой-ой-ой, что же я сделала? Я закрыла, соответственно, браузер, который у меня был открыт и подготовлен с некоторыми складочками. Ну, значит, будем искать как-то очень быстро мы с вами. Производственный календарь наберу, в консультанте, как правило, всегда смотрю. Если мы, опять-таки, будем отталкиваться, с какого дня мы начинаем начислять с вами пенни, и, обращая ваше внимание, 28 вы должны были заплатить, значит, тот день, в который мы впервые начислим пенни, это будет 29 октября. Три дня в октябре, 30 дней в ноябре, 31 в декабре и так далее. Естественно, да, у меня уже все просчитано, количество дней, на которые мы с вами задержали платеж, 155. Вот в настоящий момент, если у организации деньги были, то, конечно же, это невозможно. Скорее всего, уже пришло платежное требование, и, скорее всего, может быть, уже эти денежные средства списали. Но, допустим, на расчетном счете, может быть, совсем не было денег. Мало ли какая у нас тяжелая ситуация. Пенни за каждый календарный день просрочки мы определяем с вами в процентах от неуплаченной суммы по следующей формуле. Пенни у нас с вами равны сумме налога или страхового взноса, который мы не уплатили в срок, умноженную на ставку рефинансирования, поделенную на 300. Да, уж так, если формуле считает, на самом деле, в законе. Да, я сейчас буду всех блокировать, я поняла. Да, 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 спасибо, что сказали. Значит, я сейчас... Ой-ой-ой. Секундочку. Да, я нажала mute all, и, наверное, сейчас все хорошо должно быть, Илона. Скажите, пожалуйста, как сейчас? Наверное, все прекрасно. Да, Юлия, Илона. Значит, все, что я сейчас сказала, да, ставка рефинансирования разделить на 300, это не что иное, как не одна трехсотая ставки рефинансирования. То есть будем брать одну трехсотую часть и умножать на количество дней просрочки. Таким образом, мы с вами будем рассчитывать пение только по физическим лицам или индивидуальным предпринимателям. Но если у нас с вами организация, и мы рассчитываем пение немножечко по другому алгоритму. Все, что вы сейчас видите, я не буду зачитывать, с вашего позволения. Вы сейчас увидите формулу, но мы здесь видим уже некие дни, 30 календарных дней. И если налог у нас с вами, который мы должны были заплатить, уплачен в течение 30 календарных дней, то это будет одна трехсотая ставки рефинансирования, а свыше 30 календарных дней уже одна сто пятидесятая, то есть в два раза больше. Мы должны будем с вами сейчас определить, в какие дни мы будем начислять, исходя из одной трехсотой ставки рефинансирования, и в какие дни мы будем рассчитывать с вами пение, исходя из одной сто пятидесятой ставки рефинансирования, то есть в два раза больше. Ставка рефинансирования – это такой размер в годовом исчислении, который подлежит уплате Центрального банка у страны за кредиты, которую Центральный банк предоставляет кредитным организациям. С 1 января 2016 года она приравнена к ключевой ставке, и ставка рефинансирования – это федеральное законодательство доступно на любом портале абсолютно бесплатно. Бухгалтеру ставка рефинансирования требуется как раз для того, чтобы возможно было рассчитать пение. Может быть, да, у нас там возникает у физического лица пение, материальная выгода, и такое, да, бывает. Или, может быть, мы рассчитываем с вами компенсацию за задержку сроков выплаты заработной платы. Относительно прям вот совсем недавно у нас с вами повысилась ставка рефинансирования с 22 марта, то есть буквально, да, меньше недели мы ей пользуемся, составляет 4,5%. Для расчета пении я, наверное, вот такую табличку изобразила. Мы с вами первоначально посмотрим, да, за какие дни начисляем пение, исходя из 1,3 ставки рефинансирования, и какие дни, исходя из 1,150. Три дня в октябре, не считая 28-е, 27 дней в ноябре – это все у нас с вами 1,3 ставки рефинансирования. А вот уже начиная с 28-го, 11-го, это 31-й день, мы с вами будем в 2 раза больше исчислять пение. В декабре за 31 день, в январе также за 31 день, в февраль – 28, кусочек марта до 22.03 по ставке рефинансирования 4,25. То есть та, которая действовала на те дни. А вот уже с 22.03 по ставке 4,5%. Боже мой, а я считаю, наверное, здесь все неправильно. Или, может быть, у меня слайд написан неправильно. Попробую сейчас расчет сделать. То есть где-то поменяла, где-то не поменяла. Если я 200 тысяч рублей умножу на 0,0425, разделю… А почему на 4,25? Мне надо на 0,45 разделю на 150, умножу на 10. Да, расчет сделала верно, но, к сожалению, напортачила именно в слайде. Наверное, с вашего позволения, прям сразу буду исправляться. Потому что все цифры, конечно же, я проверяла, но, к сожалению, вот эта вот неточность мне абсолютно сейчас здесь не нужна. Абсолютно здесь не нужна, да. Итак, внесены изменения. Я понимаю, вы обратили внимание, что сумма пенни все-таки рассчитана верно у нас с вами, несмотря на то, что издержки копирования дали неверные цифры в расчете и в ставке для финансирования. Пеннику платят у нас с вами составили 7 970. И я бы хотела, конечно, обратить ваше внимание, что на просторах интернета, на различных информационных ресурсах большое количество различных калькуляторов, расчетов. И можно прям даже проверить себя, верно ли мы сейчас с вами рассчитали это все вручную. Наверное, наберу калькулятор пенни. И мы прям с вами попробуем, может быть, что-то такое поискать. Да, вот я опять-таки пользуюсь консультантом. Мне очень нравится здесь расчет, как выглядит. Также я пользуюсь ресурсами, которые предлагают разработчики 1С. Да, выбираю вид платежа налог-сбор. Естественно, да, обратите, пожалуйста, внимание. Также переключатель вы устанавливаете. Здесь заложены алгоритмы, когда считать по 1,150, когда считать по 1,300. Сумма задолженности у нас с вами 200 тысяч. И период начисления с 29, 10, 20 года по сегодня. То есть только сегодня смогли заплатить. То есть исключаемые периоды относительно недавно добавилась эта вкладка. И она связана, опять-таки, с именно послаблениями в коронавирус, то есть с переносами сроков. Если вдруг у вас такие были бы, может быть, там вы за какие-то предыдущие периоды будете считать, когда именно как раз переносы были, сроков уплаты налога. Нажимаю кнопочку рассчитать. Вы видите, да, что здесь у меня, опять-таки, 30 дней. Это исходя из 1,300 ставки рефинансирования. Дальше 1,150 и кусочек уже после внесения изменений пост по ставке 4,50. Но, опять-таки, если будете пользоваться, здесь также можно и сразу распечатать, и экспортировать в какой-либо документ. Ну, мы, наверное, этого с вами сейчас делать не будем. То есть просто имейте в виду, что всегда можете себя проверить на всякий пожарный случай. Давайте мы теперь поговорим о том, как же мы будем их начислять. И, опять-таки, я знаю, что, может быть, вы скажете, а у нас не так, а мы на 91 начисляем. Вот как раз, как я здесь показала, 9,91, 02, прочие расходы. Кредит 84, ой, 68,04, наверное, субсчет. Пенни 7,970. И, по всей видимости, этот вариант сейчас нам не подойдет. Хотя он имеет место быть, я обязательно об этом позже скажу. Дело в том, что пение именно причитающейся налоговой санкции по налогу на прибыль в отчете о финансовых результатах именно учитываются не в расходах организации, а показываются уже как показатель, который уменьшает у нас с вами чистую прибыль. Ну, в программном продукте там есть всякие разные кнопочки, когда вы можете добавить дополнительные строчки. Программа, конечно же, не среагирует на то, что вы начислили пенни на какой-то там, допустим, счет 99, субсчет, причитающийся налоговой санкции. Ну, так назовем это полуручной учет, потому что все-таки все нужно держать на контроле. Ну, допущу, что какие-то у меня есть показатели, допущу, что есть текущий налог из налоговой декларации, есть отложенный налог, который я посчитала по правилам положения по бухгалтерскому учету 18, ФСБУ 18, и налог на прибыль по методу начисления у меня составил 1 миллион 133 тысячи там с какими-нибудь копеечками. И вот как раз здесь я показываю те самые штрафные санкции, которые у меня уменьшают чистую прибыль, финансовый показатель этого года. Опять-таки, обоснование привожу вам на этом слайде, что у нас с вами порядок отражения пенни на счете 99, установленная инструкция по применению плана счетов, и дата начисления пенни у вас будет, либо дата предъявления требования контролирующего органа, либо, может быть, та дата, когда вы самостоятельно рассчитали эти пенни по плате в бюджет. Пенни у нас с вами отражаются в свободной строке, перед строкой чистая прибыль убыток, и формируют показатель этой строки. Опять-таки, в налоговом учете мы эти суммы с вами не увидим, потому что они не могут быть учтены при уменьшении налогооблагаемой базы по статье 270. Конечно же, да, у нас там есть какие-то другие, да, может быть, штрафы пения, вы знакомы с тем, что у нас есть договорные обязательства, договоры заключенные, может быть, с нашими контрагентами, конечно же, такие уже у нас с вами будут учитываться. Но именно все, что пред... вот именно на законодательном уровне, взимаемое государственными органами, небюджетными фондами, именно не учитываемое. Здесь, в этом письме, которое вы сейчас можете видеть, оно приведено не полностью, изложена позиция именно такая. Но вот эта вот позиция, она опять-таки сводится только к налогу на прибыль. Поэтому, если в вашей организации все-таки есть методика начисления пения штрафов на 91 счет 0,2, значит, это ваше профессиональное суждение, значит, у вас так закреплено в учетной политике. Но, тем не менее, все-таки, если будут у вас какие-то сомнения, найдите это письмо, обязательно ознакомьтесь с ним, и, наверное, налог на прибыль и причитающиеся санкции по налогу на прибыль все-таки начисляйте в 99 счет, а все остальное, да, я допускаю, можно на счете 91,02 отражать, но, опять-таки, да, как не учитываемый в целях налога на прибыль. Еще один пример, но он уже касается начисления штрафных санкций по налогу на добавленную стоимость. Вы знаете, по поводу корректировочных расчетов, которые мы с вами сдаем, но не заплатили в срок до сдачи отчета, в случае, если доначисляется у нас с вами налог, налог и пенни, там абсолютно другие уже требования. Здесь то, что мы с вами сейчас рассмотрим, касается только не сданным срок декларации либо расчета. Срок представления декларации по НДС в связи с тем, что 25 октября было воскресенье, у нас с вами установлен 26 октября, срок фактической сдачи 2 ноября, и сумма НДС по плате по декларации составила 200 тысяч рублей. В статье 119 говорится о том, что в случае, если мы не представили в срок, который установлен законодательством, налоговую декларацию либо расчет, то это влечет штраф в размере 5%, и я обращаю ваше внимание, за каждый полный или неполный месяц. То есть я не просто так здесь написала буквально, какие-то там 2 дня ноября, получается, не считая 26 число, у нас с вами 5 дней октября, то есть по сути мы нарушили срок на 7 дней по сдаче этой декларации. Налог, который мы, конечно же, здесь видим, мы в обязательном порядке должны заплатить, а штрафные санкции составят 5%, потому что 7 дней – это тот самый неполный месяц. Вот, может быть, да, слайдов у меня не подготовлено, каким образом, на какую сумму начислили бы нам штрафные санкции, вот если бы это была не та декларация, которая не представлена в срок, а может быть, это была декларация корректировочная, корректировочная декларация, в которой сумма налога к доначислению была именно 200 тысяч. Не было бы никаких штрафных санкций, ноль, если бы мы до момента сдачи декларации с вами заплатили налог, рассчитали сумму пени и также перечислили ее в бюджет. И только потом, либо хотя бы, да, день в день сдали декларацию. Но сейчас очень хорошо работает система, там, КРСБ, карточек по расчету с бюджетом в федеральной налоговой службе. Если вы сегодня платите, вы завтра уже свои деньги можете отследить и увидеть. Но если все-таки вы, да, так немножечко хотите себя обезопасить, тогда можно сегодня заплатить, а завтра, допустим, нажать на кнопочку «Отправить декларацию». Тем не менее, если мы эту величину налога не заплатили, если мы пени не заплатили, то тогда безоговорочно будет штраф 20% от суммы того налога, который мы недозаплатили. Вот, может быть, заплатила 100 тысяч, значит, 20% будет умножено на 100 тысяч. Знаете, мне один раз позвонили из 21-й налоговой, что-то там у меня не было уплачено, всего лишь 5 рублей. И инспектор говорит, нас сейчас обязали всем выставлять требования, тогда еще они не были авто, сейчас-то уже все достаточно быстрее. И не могли бы вы еще одну корректировочную декларацию подать, точно такую же, то есть прямо бросьте декларацию, корректировочную вторую, точно такую же, ничего в ней не меняете. И как раз касалось это того, что у нас с вами вот эти вот 20% и камеральная проверка, по которой у нас с вами могут быть начислены штрафы, именно ведется по последней декларации. У меня была вот, допустим, такая картина. Если это карточка по расчету с бюджетом, то на момент, когда я подала корректировочную декларацию с видом корректировки 1, с номером корректировки 1, у меня было минус 5 рублей. Допустим, прошло какое-то количество времени, я заплатила эти 5 рублей штрафа, ну, то есть как бы недоимки больше нет. Но получается, на момент, когда я сдала корректировку, эта недоимка была. И инспектор для того, чтобы, ну, наверное, не считать там различные мелочевки, она сказала, подайте еще одну декларацию. Вот в тот момент, когда вторая декларация корректировочная стала точно такой же, никакая сумма не была доначислена, но получается, гамеральная проверка уже шла по вот этой вот декларации. Уважаемые коллеги, я бы хотела передать сейчас слово нашему менеджеру, менеджеру учебного центра специалист Валентине. У нее есть для вас несколько слов, а вы, наверное, пока можете подготовиться вопросы, если они у вас возникли в процессе семинара, либо, может быть, у вас свои какие-то вопросы были заготовлены. Так, Валентина, скажите, пожалуйста, я вот вас сейчас ищу в чате. Добрый вечер, вы меня слышите, коллеги? Чтобы включить микрофон, либо, может быть, сами вы включите микрофон. Я включила микрофон, вы меня слышите? Валентина, прием. Ага, юзер 4, окей. И Ольга, все слышно. А где наша Валентина? Алло, вы меня слышите? Ага, Валентина включила микрофон. Валентина, почему-то вас... Ну, вот мне отвечают слушатели семинара, что меня слышат хорошо, поэтому я представляться уже не буду. Могу, скажем так, сказать следующие слова. Вы сейчас прослушали замечательный мастер-класс, автором которого является один из наших ведущих преподавателей практиков данного направления, Санкина Екатерина Викторовна. Приглашаю вас учиться приходить на наши курсы, которые проводит она и ее коллеги. Курсы проводятся как в очном, так и в онлайн формате. Приглашаю вас на курсы данного направления. Они называются Налогообложение 2021 Введение налогового учета, проблемы и решения, Практикум по применению ПБУ, Учет расчетов по налогу на прибыль, Налог на прибыль и расчеты по ПБУ, Особенности учета НДС в программе 1С, Бухгалтерия, редакция 3.0 И еще несколько курсов этого же направления. Большие преимущества по получению широкого спектра знаний и практических навыков дают наши комплексные и дипломные программы. Например, Налоговый учет 2021, Теория и практика применения в 1С бухгалтерии, Бухгалтер малого бизнеса, Это я назвала две комплексных программы. Есть более широкие программы, которые мы называем дипломными. Это программы профессиональной переподготовки, Бухгалтерский учет, полный курс, И бухгалтерский учет и операции по расчету заработной платы. Преимущество этих программ в том, что они дают, как я уже выше сказала, широкий спектр знаний и сразу в комплексе. А еще позволяют сэкономить свои финансы. И финансы организации, если ваше обучение оплачивает компания. Так как на курсы внутри комплексной программы и дипломной программы заложены серьезные скидки от 20 до 30%. Если вы приняли решение об обучении на наших курсах, или же у вас возникли какие-то вопросы, то вы сможете обратиться непосредственно ко мне. И я вам оставляю свои контактные данные. Они будут у нас в чате. Я постаралась быть краткой. Доброго вечера всем. Передаю возможность диалога и ответа на ваши вопросы Екатерине. Продолжение следует... Да, уважаемые коллеги, да, небольшая тут у меня неприятность была. Я сейчас покажу, есть вопросы в чате по поводу презентации выкладки и всего подобного. Сейчас я зайду в личный кабинет, и у вас тоже у всех есть, естественно, доступ в личный кабинет. У кого нет, пожалуйста, зарегистрируйтесь по адресу, который вы сейчас указывали при... который вы сейчас указывали при регистрации на вебинар. Соответственно, у нас с вами в личном кабинете каждого есть вот такой, да, такой именно, такая группа, то есть именно семинар по налогообложению. У меня немножечко отличный от вас кабинет. У меня кабинет преподавателя, а у вас также самый последний столбик на странице групп, на всех, которые вы записывались у нас. Это будет ссылочка, страница группы. Вы заходите на страницу группы, и именно здесь я размещу прямо сейчас вот именно те слайды, которые вы видели. Но, наверное, да, я напишу в сообщении именно ссылочку, где можно будет скачать. Если вдруг будут трудности, пишите мне, пожалуйста, письмо. Также, как только будет выложено видео на нашем сайте, вы можете здесь увидеть также ссылку, которую я размещу. Если вдруг, опять-таки, не хочется ждать, долго ждать, но я, скорее всего, уже завтра это сделаю, то вы можете на нашем сайте зайти в раздел «О центре преподавателя», найти здесь меня по фамилии, имени Санкина Екатерина, и, опять-таки, на закладочке видео посмотреть, вот где-то здесь это будет. Я, может быть, обращаю ваше внимание, если будет интересно. Вот я думаю, что Екатерине будет интересно. Вячеславовне недавно также был мастер-класс по переработкам. Разбирали график сутки трое, да, и именно особенности, связанные с жуткими переработками, если вдруг не уменьшать норму времени по этому сотруднику. То есть если он 24 часа работает, то караул в 120 часов никак в год не укладываемся. Уважаемые коллеги, если еще остаются вопросы, пожалуйста, жду от вас сообщений. Юлия, да, вот боюсь предположить, но кажется, это та самая Юля, про которую я думаю. Екатерина Вячеславовна, да. Всем спасибо. Да, радостно видеть восклицательные знаки.